Библиотека в младшей школе – особое место. Здесь собираются самые маленькие читатели, которые впервые знакомятся с миром волшебства. Благодаря книгам и их интересным историям, малыши учатся разбираться в том, что такое хорошо, а что такое плохо. Понимают, что темный лес может таить себе много опасностей, и узнают о том, что настоящая дружба способна растопить любой лед. Правда, литературные вкусы у ребят разные. Кому-то больше по душе приключений, а кто-то любит провести время с энциклопедией. Я люблю читать Буратино, Маугли и Маши. А почему? Ну, мне нравится. Я люблю читать истории. Мне не нравится, потому что там все такое иногда может быть неожиданно, иногда какие-то герои куда-то попадают и выбираются оттуда. На первый взгляд, библиотека учебно-педагогического комплекса «Детский сад. Начальная школа номер один города Бреста» небольшая. Но на самом деле, книжный фонд художественной литературы учреждения включает в себя 5800 изданий. При этом существует и учебный фонд, который состоит из 8600 изданий. Каждый ребенок может найти в школьной библиотеке книгу по интересам, а потому дети – частые гости. Около 70% учащихся приходят постоянно. Я стараюсь учитывать особенности наших читателей. И всегда помню слова Самуила Маршака, который говорил, что хорошая литература – это не только хорошие писатели, но и хорошие читатели. Поэтому воспитывать вкус к чтению, развивать читательскую активность – это, наверное, самый большой подарок, который может сделать библиотекарь своим читателем. Мы стараемся организовать работу так, чтобы когда читатель зашел в библиотеку, он увидел, что его здесь ждут, что ему здесь должно понравиться. И всегда я детям говорю, что когда вы приходите в библиотеку, вы должны все время улыбаться, дарить свои улыбки своим друзьям. И они, как маленькие солнышки, будут освещать всю нашу библиотеку. Еще одна библиотека, которую учащиеся посещают активно и с удовольствием, находится в средней школе номер один. Здесь отходят от старых и привычных форм работы, позволяя детям не только приходить за книгами, использовать интернет-источники для своих работ, но и создают условия для личного знакомства с писателями. Такая встреча для учащихся была организована и в этот раз. Председатель Брестского отделения Союза писателей Беларуси Татьяна Демидович рассказывала учащимся о творческом коллективе поэтов в Брещене и их работе. Дети слушали внимательно, ведь когда с литературой на «ты», интерес к этой сфере неподдельный. Люблю почитать. В основном в неделю трачу где-то 2-3 часа на чтение. Более любимые жанры – это фантастика и детектив. Я люблю читать. В библиотеку хожу не очень часто, потому что чаще читаю в интернете что-то. Ну, так удобно. Но вообще мне больше нравится читать бумажные книги, так как это… ну, больше чувствуешь книгу саму, чем в электронном электроне. Это больше так как искусственное. Несмотря на то, что тенденция перехода с бумажных источников на интернет сохраняется, заведующая библиотека Галина Тунчик уверена, что интерес к книге не пропадет никогда. В самом начале, вот с моего опыта, в самом начале дети, когда приходили в библиотеку, они говорили, все, Галина Владимировна, мы не будем сейчас пользоваться библиотекой. У нас всех дома компьютеры, можно заказать в электронную книгу. Ну, и прошло полгода, и дети зашли в библиотеку. Ну, я говорю, ну вот, здравствуйте, я вас, говорю, не ждала. А что они говорят в ответ? Они сказали, что да, это глаза, во-первых, болят, это, да, здоровью вредит, во-вторых, говорит, насколько приятно взять бумажную книгу и почитать. Можно лечь и почитать, можно сидя, можно в саду почитать. Поэтому на бумажном варианте книга, она никогда не умрет. Сколько веков уже прошло, а книга существует. Книга – хороший друг любого человека. Читая захватывающие истории разных авторов, мы не только преодолеваем трудности с героями, но и учимся, взрослеем и радуемся вместе с ними. А значит, у нас есть возможность прожить не одну интересную жизнь. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания МБУК-ТВ.